Какой текст обязательно должен быть на пригласительном? И стоит ли делать две страницы, и хватит одной? И как лучше написать об ответе на пригласительное? По поводу обязательного текста. Когда человек получает пригласительное, в обязательном порядке он должен узнать из этого пригласительного первое. Дату вашего мероприятия, время вашего мероприятия, в какое время он должен присутствовать, прийти на ваше мероприятие, и адрес вашего мероприятия, куда ему нужно приехать. Это основная информация, которую ему нужно узнать из пригласительного. Дальше появляется доп. информация, которым ему можно знать, можно не знать. Всё зависит от того, ну, как вы сами захотите. Ну, и от этого уже, естественно, либо добавляется вторая страница, либо не добавляется. То есть вторая страница, она добавляется не просто так, просто обычно на первой странице не помещается вся информация. Почему добавляется вторая страница? Потому что молодожены хотят, например, сообщить дополнительный дресс-код для гостей или ставить карту, как проехать на место, где будет проходить мероприятие, потому что, ну, достаточно сложно найти то место, где будет проходить мероприятие. Или, например, молодожены хотят добавить информацию о том, что они хотят получить в качестве подарка на своё мероприятие. Например, я точно не хочу, чтобы вы мне там дарили цветы, потому что на следующий день после мероприятия я улетаю в отпуск, но при всём при этом я с удовольствием принял бы в качестве подарка что-то, то есть добавляются какие-то детали. То есть если убрать эту страницу, то это просто страница чаще всего с деталями. Вот я как раз показываю вам одно из пригласительных. То есть точно дата, точно адрес, точно время, ну и, соответственно, дальше уже вся информация с деталями дополнительными. Теперь вот здесь вот открою сейчас, чтобы лучше было видно. Сейчас, секунду. Чтобы лучше было видно это пригласительное. То есть вот эти детали дополнительные, что пишется в пригласительном. Теперь относительно того, как получить ответ от гостей. Честно говоря, если вы пришлёте какое-то печатное пригласительное, то вряд ли вы прям вот получите ответ. Прям вот такой вот ответ, чтобы они вам там что-то написали. Да такое вряд ли будет. Чаще всего молодожёны пишут, желательно там, прошу вас подтвердить своё присутствие до такой-то даты. Но, как показывает практика, если это печатное пригласительное, гости забывают об этом и не подтверждают до определённой даты, что не скажешь про пригласительное не печатное, а, например, сайт приглашения или электронное пригласительное. Потому что если это сайт приглашения, то частенько бывает такое, что, например, добавляется в Google календарь напоминание, что до такой-то даты нужно дать ответ, приду я на эту свадьбу или не приду. Поэтому, если это печатное пригласительное, соответственно, можете написать, но тогда всё равно придётся, наверное, делать какой-то общий чат в Telegram или в WhatsApp и задавать вопрос. Ребята, напишите, пожалуйста, кто будет, кто не будет. Если это сайт приглашения, ну, соответственно, чаще всего там есть какая-то галочка, то есть куда-то, ну, какая-то кнопочка, да, то есть человек нажимает. Я приду точно, я не приду, я подумаю. И вот те люди, которые я подумаю, вот как раз-таки должны дать ответ до определённой даты. Вот таким образом это происходит.